Первая очередь реконструкции одного из любимых мест отдыха горожан завершится уже в ноябре. В Вишкороле идет реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. Наряду с обустройством дворовых территорий города в планах, которые должны быть реализованы в этом году, обустройство аллеи здоровья. Контроль за ходом работ ведет как мэрия, так и республиканские власти. Городская аллея здоровья после масштабных преобразований, которые сейчас идут полным ходом, станет одной из визитных карточек столицы. В начале ноября должна завершиться первая часть плановых работ. О том, что она в себя включает, нам очень подробно рассказал мэр столицы. В первых числах ноября мы увидим территорию, которая будет с точки зрения вертикальной планировки, то есть это будет территория, которая будет спланирована с точки зрения высот. Это будут новые дорожки, которые позволят пройти на эту территорию как со стороны Ленинского проспекта, то есть остановка, которая у нас является действительно такой значимой, знаковой. С этой территории можно будет пройти, можно будет пройти с точки, в которой мы стоим. Здесь многие нарекания вызывали вопросы проникновения на аллею здоровья с точки зрения того, что не было даже банальной лестницы. Все это будет сделано. У нас обустройство будет с точки зрения посадки растительного материала. У нас ревизия пройдет малых архитектурных форм. Мы начнем действительно работать над поручением главы республики, чтобы малые архитектурные формы, которые стояли, они были комфортные и удобные для жителей. Освещение проревизируем. Ну и в целом наведем еще вот эти косметические вещи, которые для аллеи здоровья создадут эффект комфортности и удобства. В это же время на аллее появятся новые мусоросборники, специальная площадка для барбекю, всерьез идет речь об оборудовании стационарного туалета. Преобразования на этом не закончатся. Последующие планы охватывают берег Малой Кокшаги и формирование различных зон активного и пассивного отдыха внутри закольцованной пешеходной зоны. В рамках реализации проекта не забывают и о благоустройстве многострадальных столичных дворов. В этом году до 1 ноября преобразятся 13 дворовых территорий. Самый главный момент проекта в том, что в обязательном порядке должны быть учтены все пожелания граждан, которые пристально следят за ходом работ в своих дворах. В частности, именно так и произошло в одном из дворов Самбатхеи. По установке малых эффективных форм тоже здесь в этом дворе, ночевая на 11, к работам приступили. Есть у жителей замечания, мы сейчас их выслушали. Ну вот пример какой-то, самый очевидный. Делаю детскую площадку, можно показать это, и скамейка, лавочка осталась за пределами площадки. Любому здравомыслю человеку очевидно, что это глупость. Естественно, что сейчас мы там говорим с нашим подрядчиком, говорим с нашей компанией о том, что это надо переносить, что так нельзя оставлять. Поэтому вот такие вот моменты, конечно, они возникают именно в ходе, в процессе. Время для устранения недочетов еще есть. Как еще раз подчеркнул мэр столицы, работы, вызывающие нарекания, приняты не будут. Ну а мы напомним, что вся информация по реализации проекта находится в открытом доступе на сайте столичной мэрии. Так что познакомиться со списком дворов, где сейчас ведутся работы, а также узнать, какие дворовые территории будут обустраиваться в самом ближайшем будущем, может любой желающий.